Хлеб на каждый день Если мы оцениваем, они в нашей жизни работают, то я предлагаю вам оценить эту возможность. Тогда мы на самом деле не просто прикладываем усилия, и может быть не столь большое для того, чтобы слушать пять минут, но большое может быть в том, чтобы быть верными в этом. И поэтому верность – это определяющее для нашего с вами роста, потому что от домостроителя требуется, чтобы он был человек верным. И верный в корне своем опять же имеет веру. Поэтому мы сейчас говорим или продолжаем говорить о вере, но рассматриваем мы Ноя, который получил откровение. Это был первый глагол из прочитанного текста вчера. А второй глагол, он не просто верой получил откровение, но и благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Итак, друзья, мы верой, получая откровение, потом в нем действуем. Если мы просто получили откровение и отложили его в сторону, то это не построение ковчега. А мог Ной услышать, что будет потоп, услышать, что надо что-то строить, но начать себе давать оправдание. Зачем строить какой-то корабль, непонятный, на горе или вообще в долине? Может, он не строил на горе, на горе он потом оказался. Но как бы там ни было, кругом воды нет, и вообще на тот момент и мореплавание, скорее всего, не имело еще тогда развития. Но однако он строил по каким-то божьим параметрам что-то неизведанное доселе. Он его строит. Он продолжает это делать не один день, не один год, по некоторым расчетам 120 лет. И, конечно, это вызывает массу вопросов, насмешек, непонимания. Зачем тебе такой огромный дом? Что тебе мало того, где ты живешь? Ну и так далее. Масса как бы логичных вопросов. И сегодня, если мы на себя оденем подобного рода взаимоотношения с окружающей средой, то мы увидим, что на Божьи откровения есть мало понимания. У людей на самом деле далеко не всегда есть понимание, что ты делаешь. Если это откровение, то тогда продолжай делать. Это кому-то понадобится, не только тебе, но и твоим близким. Причем он благоговея построил ковчег. Не с ропотом, не с огорчением. Господь, ты мне дал какую-то задачу непонятную, после которой у меня так много вокруг и непонимания, и насмешек. То я хочу, чтобы мы с вами реально поняли, друзья. Если Бог что-то дает, Он всегда дает выше человеческого понимания. А то, что выше нашего понимания, то выше понимания других людей. Но тогда, когда ты получаешь это откровение, то ты получаешь его в определенной среде. Ты получаешь в определенном состоянии души. Если же это не получает другое, а видит только твою производную, то у него масса вопросов, насмешек и прочее. Поэтому благоговея построй ковчег для своего дома, для своего семейства, для тех, которые могут сегодня тебя не понимать и даже более того, над тобой насмехаться. Но когда ты понимаешь, на каком основании ты строишь, что, получив откровение, у тебя есть это право, теперь в этом откровении не остановиться, а довести начатое до конца, даже если потребуется не один год твоей жизни. Делай, действуй, не останавливайся. И каждый день тебя будет приближать к этой цели, к этому результату. Благоговея, построй ковчег, спасение для своего семейства. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас есть такая перспектива, получая откровение быть верными в том, что ты нам поручаешь делать. Мы хотим быть людьми, которые знают твой голос, слышат и подчиняются, чтобы нам не только быть эксклюзивно осведомленными, но быть людьми, которые знают, что делать и делают это. Делают это с благоговением и постоянством, с верностью, а значит строится что-то величественное, что-то важное, что-то многоценное. И дай нам не поколебаться верой, дай нам не сомневаться в том, что Бог наш на троне. И ты царствуешь, и мы в твоем уделе, и мы взяты тобою, Господь, на твои высокие цели и задачи. Благодарю тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»